Привет, друзья! Очередная серия «Финансового пипца». На этот раз начнём с главных новостей. С КАМ МММ-2013. Да. Это, на самом деле, даже не новость. Это абсолютно ожидаемо практически всеми. Поэтому, ну, то, что так рано, то есть я всё-таки думал, что Сергей Петеревич будет максимально тянуть до мая. Ведь он сказал, что вот мой прогноз, в итоге даже не смог сдержать. То есть, давайте подумаем о причинах. То есть он опять начинает говорить о причинах, что там люди... Реклама, он сказал. Да, какая реклама была, какая была реклама экспериментальной структуры. Мы видели в последнее время, как было просто там... Единственная реклама была, это массовая подделка в письмах о выигрыше, то есть о помощи. То есть там максимальная подделка, что там действие на что-то не по 100 человек. Нет, ну реклама, ещё же он считает, что реклама то, что он в президенты баллотирует. То есть я его тоже позапрошу в своём блоге говорил, что это абсолютно не работает только. По главам 12 хотел бы добавить, что Сергей Пантелеевич рассчитывает на какую-то рекламу. Но кто будет делать эту рекламу, если всех инициативных, всех идейных людей вокруг себя он разогнал? То есть остались пассивные люди, которые не способны на то, чтобы проявить какую-то инициативу и творчество в развитии этой рекламной акции. Следовало ожидать, что какие он там субсидии не выделял? Ну да, понятно же, он же сам знает, что в подобных системах главное это динамика. Ну а какая может быть динамика, когда сразу, что вот в МНР 2013, можно так сказать, сразу вступало большое количество народа. То есть принимали же все, и все сразу, кто хотел, кто вообще предполагал, сразу все вступали. А это сразу тысячи человек. Соответственно, в следующие разы нужно делать больше и больше. А где брать? Вот они там поварились в собственном соку. Друг с другом деньгами пообменивали, все так. И кто-то остался в плюсе, а кто-то в жестком минусе. Вчера с одним человеком связался. Он мне говорит, о, экспериментальная структура перезагружается, она снова пойти и через месяц выйти. Ты понимаешь, что все абсолютно так думают. Именно через месяц выйти. Никто там не будет ждать два месяца и так далее. То есть войти, чтобы выйти ровно через месяц. Вы поймите, что эта мысль пришла, приходит только абсолютно всем. И кто попадет в следующую экспериментальную структуру. Поэтому это похоже на золотое сечение. Кто успеет, тот успеет. Так что единственное приятно, что хотя бы наконец там вклады ограничили, чтобы потери будут небольшими. Именно поэтому мы говорим, что... Вот никто сейчас все пишет и говорит, ну и что вы нового придумали. Ну как что мы новое придумали? Мы говорим о том, что мы начинаем делать очередь. То есть все сразу не вступят. Совершенно небольшое количество людей в первый этап. Для того, чтобы все остальные могли войти в последнюю. Не больше десяти процентов. Мы уже об этом говорили. Таким образом мы говорим о том, что мы сразу создаем... За вот период предрегистрации мы сразу создаем задел, я не знаю, на три, на четыре месяца вперед. А за это время, пока проходят эти три-четыре месяца, там еще набегает количество участников. Вот в этом весь смысл. То есть всегда иметь резервы на входе. И тогда скам можно как-то будет надолго оттягивать. А если еще разработать правильные переходные механизмы, то есть в момент, когда действительно система подходит к критической массе участников какой-то, то важно иметь переходные механизмы. Которые у нас тоже есть. О которых поделечь даже еще не догадывается. Что же это за такие переходные механизмы? Андрей, а вот скажи, пожалуйста, смотри. Вот если есть резерв, да, вот этот. И если вдруг начинается негатив, да, в сети. Потому что люди говорят, вот там уже там какие-то задержки, еще что-то. Не сложится ли такая ситуация, что весь этот резерв откажется вступать и переводить деньги? И получается, что считаю его или нет? Безусловно. Если начинаются задержки, то безусловно резерв этот не вступит. Но здесь-то весь и смысл в том, что задержек нельзя допускать. То есть нужно иметь резерв на входе, чтобы его постоянно в свое время добавлять. Потому что... То есть именно до этого и сделаны ежедневные выплаты, чтобы постоянно контролировать аналитики. То есть динамика будет отслеживаться буквально по дням. То есть если в МММ никакой аналитики не было, то есть считали месяцами, а за месяц, как много происходит, то мы отслеживаем динамику буквально по дням. И в случае даже малейшего нарушения динамики мы тут же будем принимать меры. Ну естественно, это меры, во-первых, рекламного характера, во-вторых, различного рода акций. Как я уже сказал, у нас будет система Bypass. То есть это система, которую мы сейчас готовим. Она уже в общих чертах готова. Я в принципе могу так и быть раскрою карту. Значит это будет новая система. Она будет входить в систему Cloud Money, но будет отдельным разделом. Ну вот хотел было рассказать, не дали. Поэтому кусок, где я рассказал, вырезали. Ну пусть это для вас будет интригой. Ну система действительно настолько уникальна, что боимся просто, что раньше времени ее информация не расползется и просто скопирует. Пусть это будет уникальная система. Появится она, я говорю про этот Bypass, который мы придумали для Cloud Money. То есть который сможет стабилизировать любую, ну снижение любой динамики. Андрей, скажи пожалуйста, вот ты говоришь, что будет в проекте отслеживаться динамика роста, а ты не боишься наступить на те же грабли, на которые наступают в другие проекты, то что количество было сильно увеличено за счет мультиэккаунтов. То есть накрутка в статистике происходила, что люди создавали несколько аккаунтов в системе. Ну вот вчерашнее наше решение по поводу того, что реферальные выплаты можно будет получать только при условии, что на твоем счету лежит не менее 150 долларов. Поэтому я считаю, что именно эта система размывает проблемы мультиаккаунтов в том формате, в котором ты ее обозначил. При этом опять же спрашиваю, будет ли борьба с мультиаккаунтами? Нет, борьбы с мультиаккаунтами не будет. Единственное, что мы будем делать, учитывая, что у нас есть вот эта очередь, и если мы будем видеть, что конкретно с одного IP регистрируют несколько аккаунтов, мы будем их отодвигать просто в этой очереди. То есть оставлять один аккаунт с этого IP в системе, остальные двигаются в очереди. То есть получается так, что мы не то, что мы боремся с мультиаккаунтами, но делаем так, что иметь мультиаккаунт в системе просто бессмысленно не будет. Да, пустые аккаунты иметь бесполезно. Как вам добавить, что участники тоже очень волнуются. Они даже предлагали снизить реферальный бонус. Обычно удивительно, все недовольны, почему-то эти маленькие. Мне очень приятно, что участники действительно в нашей системе это нечто большее, чем какой-то там хайп, а-ля хайп, вроде. Меня тоже удивил этот комментарий, но я говорил в прошлый раз, что мы сейчас будем прикручивать различные системы для голосования. Я думаю, что вот такие инициативы, связанные с изменением правил, мы просто сможем выносить в какой-то момент на общее голосование, для того, чтобы принимать решения. Потому что вне зависимости от того, как мы систему построили, мы, конечно, должны ее адаптировать под пожелания участников. Единственное, конечно, что никак не редактируется, это то, что, несмотря на огромное количество просьб сделать какую-то возможность вывода всей суммы, этого не будет. Друзья, извините, но именно это является проблемой всех систем. То есть вы поймите, что было в МММ. 20% аккаунтов владели 80% денежной массы. Если учесть, что этими 20% аккаунтов владело еще гораздо меньшее количество людей, то есть, опять же, за счет того, что они создавали мультиаккаунты, у кого крупные суммы. И вот представьте, что 10-15% всех участников владеют ситуацией по всей системе. Ну, это, собственно говоря, и приводит, и приводило, и будет приводить в проблемы. Поэтому наша система иного толка. Ну, друзья, что мы все про CloudMoney? Многие задают вопрос по поводу того, что же вы отошли от формата большой игры, как он изменится. Я предлагаю обсудить ситуацию, связанную с тем, куда мы будем еще инвестировать. Давай. Да, поступило несколько предложений интересных, интересных проектов. Вот, буквально сегодня в чате, в нашем, было опубликовано, Ириной Алешиной, был опубликован интересный проект, по которому она молчала. как она пишет в чате, молчала, потому что у нее есть такое правило, что деньги любят тишину. Может быть, это и правильно, да, Саша? Значит, проект называется Union Payment Services. Как пишут в чате, что это является не пирамидой, не хайком, не каким-либо проектом, связанным именно с краудфандингом, а именно такой мощный основательный проект, который заключается с участником договора. И вот как она опять же пишет, что при вкладе в 300 тысяч она за полтора месяца отбила свою сумму и в данный момент получает 4300 рублей ежедневно. Проект Union Payment Services. То есть, сколько это получается в процентном соотношении? В процентном соотношении? Да, это где-то 1% в сутки получается. Очень близко. Очень близко. Ну, вот видите, значит, мы не одни, как мы знаем. Прок invit nive краю. Папай. Представьте меня. Давай. Мы – фор edits о коммерциях. За два минуты там. Прор